МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обгинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгий Розуваев. И Дарья Человекова. Вот о чем расскажем сегодня. Сегодня отмечается День пограничника. На берегу Пратвы в Обнинске состоялось торжественное мероприятие. Промежуточные итоги работы по ремонту дорог оценила выездная комиссия. О темпах жилищного строительства в первом наукограде в интервью с заместителем главы администрации Андреем Козловым. Афиша культурных мероприятий. Русь Богатырская, Солнечный круг и другие. Граница на замке – ключ в кармане. Ровно 103 года назад, 28 мая 1918 года, был выпущен декрет Совнаркома об учреждении пограничной охраны. С тех пор ежегодно в этот день пограничники отмечают свой профессиональный праздник. Официальным же праздник стал позже. День пограничника был установлен постановлением Совета министров СССР в 1958 году. В Обгенске этот праздник принято отмечать на берегу Протвы. Сегодня возле заставы в честь ознаменования 103-й годовщины образования пограничных войск России состоялось традиционное торжественное мероприятие. 28 мая в России отмечается День пограничника. Более 15 стран по суше, воде и воздуху граничат с нашей страной. И не всегда на этих рубежах спокойно. Кто-то охранял границы на Сахалине, другие – русско-турецкие. Всех рубежей необъятной родиной не счесть. Их общая протяженность – более 60 тысяч километров. Из них морские – 38 тысяч 808 километров. Работа военнослужащих погранвойск отличается особой ответственностью, ведь их задача состоит в том, чтобы защищать границы Российской Федерации. Они одними из первых встречают врага лицом к лицу. А потому недаром пограничники считаются элитой среди войск. Это действительно праздник для всей страны, потому что мы гордимся нашими просторами. Мы говорим, что мы огромная страна, которая растилается от севера до юга, от запада до востока, но эту землю надо охранить. И вот те награды, которые ордена, медали, которые у вас на груди, они говорят о том, что время, хотя и мирное, но всегда есть время, место подвигу. В Первом Наукограде пограничники традиционно отметили свой праздник на берегу Протвы. Поздравить горожан, защищавших границы нашей страны, пришли глава администрации, депутаты Обнинского городского собрания и председатель городского совета ветеранов. Вот смотришь на вас и видишь, а я неоднократно был на границе, в разных точках Советского Союза, и всегда восхищался той доблести, той строгости для выполнения долга перед нашей страной. Несмотря на то, что Обнинск – город неприграничный, этот праздник всегда отмечается здесь особо. В погранвойска всегда отбирали людей не только с безупречным здоровьем, учитывались также морально-волевые качества. Отбор был очень строгим. Сегодня весь мир смотрит на Россию, на её огромную территорию, огромное богатство, которое у нас с вами есть. Всё это сделали наши предки. И во все времена они строго охраняли и морские, и сухопутные, и воздушные границы. Обнинск – город науки. Здесь живет много высокообразованных людей, поэтому многие горожане служили и служат в пограничных войсках. Кристина Забожка, Алексей Гавшин, Обнинск ТВ Вчера состоялось выездное совещание комиссии по приемке ремонта автодорог в Обнинске, который выполняется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги России». Помимо восстановления дорожного полотна на некоторых улицах нашего города, приводят в порядок тротуары. Подробности в следующем сюжете. В состав рабочей комиссии по оценке промежуточного результата ремонтных работ вошли представители городской администрации, ТОС, депутаты Обнинского городского собрания, члены Общероссийского народного фронта, подрядчики и заказчики. Осмотру подверглись основные улицы, лоты по которым на производство работ уже разыграны. Единственным неохваченным участком остался круг Маркса Гагарина Королева, потому что сюда подрядчик выйдет 29 мая, и поскольку запланированный объем работ небольшой, в сроки должен уложиться. Работы на всех объектах ведутся в соответствии с графиками. К примеру, в настоящее время ремонт дорог ведется на улице Горолева и на улице Белкинской. И здесь готовится дополнительный бонус для жителей близлежащих микрорайонов. Очень хороший момент. Хотел бы отметить, на улице Белкинской, кроме основного ремонта дорожного полотна с заменой бордюрного камня, там еще будет сделан тротуар, который очень востребован жителями, которые живут на 51-м микрорайоне, которые идут в 17-ю школу. И, конечно, это очень хорошее решение, что этот тротуар будет сделан. Этот тротуар был в плачевном состоянии, а теперь от фора банка до Белкинского парка пешеходы станут добираться, не испытывая дискомфорта. В данный момент здесь завершаются работы по укладке труб, и по завершении тротуар восстановят, и обновленная пешеходная сеть будет вести вплоть до улицы Гагарина. Что касается основного предмета изучения комиссии, то результатом хода ремонтных работ автодорог члены комиссии в целом остались довольны. Сегодня на промежуточном этапе замечаний со стороны технических каких-то аспектов, со стороны эстетических каких-то вещей нет. На каждом осмотренном объекте работы выполнены на данный момент на 50-70-80%. Когда все объемы будут выполнены, комиссия даст итоговую оценку качеству. Депутат Обнинского городского собрания Анатолий Шатухин отметил, что уже не первый год одновременно с восстановлением дорожного покрытия в рамках проекта ремонтируется также опорная сеть автодорог. В город удается привлекать средства на эти цели, и с подрядчиками найдено взаимопонимание. Дмитрий Глухов, Елена Филина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Как уже обратили внимание жители города, на некоторых улицах приступили не только к ремонту автомобильных дорог, но и к восстановлению тротуарного покрытия. У исполняющего обязанности заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства выяснили объем работ, проводимых в этом году на пешеходной сети Обнинска. У нас идет ремонт тротуаров на Красных Зорь. Этот тротуар как раз делается по просьбам жителей, потому что там было подтопление. Известно, после того, как улица Липунского сделали, он оказался немножко в низине, и мы его сейчас поднимаем, как говорится, в один уровень, делаем, чтобы людям было комфортно и удобно ходить. Поэтому работы уже ведутся. Положим новый асфальт, и будет новый красивый тротуар вдоль дома. Об этой проблеме, кстати, были публикации в наших социальных сетях. К сожалению, дальше дома номер 9 не пойдут. О планах по обновлению пешеходной зоны на улице Красных Зорь с представителями муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» уже доводилось общаться. Были планы на ремонт, но потом пандемия. Словом, пока средств нет. Значительные обновления тротуаров пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» параллельно с самими дорогами. Это улицы Комсомольская, Шацкого, Королёва, Белкинская, Аксёнова. Сдача и приёмка будут осуществляться одновременно с завершением работ на транспортных магистралях. Также Игорь Рудуве подчёркивает, немало тротуаров, порядка 28, в этом году отремонтируют за средства ТОС. Сам главы администрации добавляет, эта программа стала отличным подспорьем. Список неухоженных дорожек постепенно сокращается. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году оказала влияние на многие сферы, в том числе на строительство. Тем не менее, в Обнинске продолжают свою деятельность компании, занимающиеся возведением жилья не только эконом-сегмента, но и премиум-класса. О том, как в 2021 году чувствует себя жилищное строительство в Наукограде, поговорили с заместителем главы администрации по градостроительству Андреем Козловым. Причины, по которым в ряде случаев темпы возведения жилья немного снизились, следующие. Возникли сложности с въездом трудовых мигрантов в страну, значительно выросли цены на материалы. Эти обстоятельства, с которыми столкнулись все застройщики города, сказываются на увеличении себестоимости работ. Всё это отразилось и на цене за квадратный метр жилья. В 2020-м пришлось корректировать планы с учётом изменившихся обстоятельств, фиксировалось падение ввода жилья в эксплуатацию. И всё же Обнинску обновлённый план выполнить удалось. Ожидался достаточно ощутимый спад спроса. Однако, благодаря государственной поддержке и снижению ставки ипотечного кредитования, это ожидаемое падение было компенсировано неким ростом продаж определённого сегмента квартир. Соответственно, застройщикам это явилось хорошим подспорьем. Замглавы по градостроительным вопросам говорит, что пока нельзя сказать о полном восстановлении сферы после пандемии. На 2021 год план приблизительно такой же, как был в 2019-м. Но немаловажно, чтобы рынок строиматериалов стабилизировался. У нас в Обнинске, как и во многих городах, обеспеченность на душу населения, а это 30 квадратных метров, ещё не достигнута. Поэтому спрос есть. И я думаю, что на ближайшие лет 10 мы понимаем, сколько должно быть построено жилья для того, чтобы эти 30 квадратных метров на человека были достигнуты. Рынок недвижимости – достаточно гибкая система, и покупательская способность рождает спрос также на жильё премиум-класса. Накладывать социальные обременения, не предусмотренные законом, на компании нет возможности, рассказывает Андрей Козлов. Рекомендуют согласовывать проектные решения, материалы, облик фасадов и так далее с городским руководством. В основном инвесторы относятся к требованию с пониманием и в большинстве случаев активно участвуют в общественной жизни города. Высокая конкуренция мотивирует застройщиков придумывать что-то новое для привлечения потенциального покупателя. Всё это выделяет Обнинск среди других городов, считает заместитель главы администрации. Несмотря на большое количество строительных компаний, работающих в Обнинске, со многими из них дело иметь уже приходилось. Мир тесен, как говорится. Скажем, застройщик на Белкинской 8 – тот же, что ранее возводил дом на улице Курчатова. Я хочу как раз добавить, что именно этот застройщик принимает активное участие в благоустройстве этой территории, о которой я сказал ранее. Да, нам этот застройщик внушает доверие. Курчатова 35 был построен качественно, в срок, и достаточно интересное решение благоустройства во дворе было применено. Идеальный застройщик – тот, который делает в срок, делает красиво, делает ответственно, подумав, отвечает Андрей Козлов. В не таком уж и далеком прошлом в Обнинске были проблемы с обманутыми дольщиками. Андрей Козлов говорит, что внесенные в законодательство изменения теперь не позволяют застройщикам привлекать средства дольщиков напрямую. В данный момент предпосылок к возникновению обманутых дольщиков мы не видим, говорит замглавы. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. 24 мая на еженедельной планерке главы администрации Обнинска начальник управления культуры и молодежной политики доложила о мероприятиях, которые будут проводиться на территории города. Подробности в нашем следующем репортаже. 30 мая в 13 часов на территории прилегающей к храму Рождества Христова, Энгельса 12, пройдет праздник состязаний, игр и русских забав – Русь Богатырская. В честь 800-летия со дня рождения благоверного новгородского князя Александра Невского в рамках Дня славянской письменности и культуры. Организаторами этого мероприятия являются администрация Наукограда, Калужская епархия, Обнинское благочиние и Духовно-просветительский центр при храме Рождества Христова города Обнинска. В рамках праздника пройдет торжественное награждение победителей и участников городского конкурса «Рисунка» благоверный Александр Невский «Сила духа и слава России». Участники мероприятия мы ждем митрополита Климента, министра внутренней политики массовой коммуникации Калужской области, представителей Министерства культуры Калужской области, руководства города, конечно, представители учреждений культуры, учреждений общего образования, подготовительных групп и детских садов и старшие и младшие школьники образовательных учреждений нашего города. В этом мероприятии пройдет ряд самостоятельных мероприятий. Состоятся показательные выступления воевод и богатырских дружин из Москвы, Тулы и Орла. Будут работать интерактивные площадки, проводиться состязания, игры, забавы, викторины и мастер-классы. На праздники выступят хоровые и фольклорные коллективы как нашего города, так и гости. Будет работать Музей русского быта. Выставка, посвященная Дню славянской письменности и культуры. В наш город прибудут две ладьи. Одна из них – это наша ладья уже будущая. Она сделана мастерами из Карелии. И вторая ладья – из города Тулы. Мы их спускаем на воду на Белкинские пруды. И в финале мероприятия, конечно, мы детям покажем эти ладьи. Но, возможно, наша ладья будет буквально на территории храма расположена. И в перспективе мы планируем такой водный туризм на ладье. Нашим гостям города и жителям города будем рассказывать об истории становления Белкина, истоках нашего города и так далее. Кроме того, Ирина Фалеева пригласила всех посетить 1 июня мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Их подготовили все учреждения культуры, а также Центр милосердия. Это выставки, мастер-классы, детские праздники, показы мультфильмов и многое другое. В музее весь день будут открыты двери. Мы организуем также детский праздник «Творческое лето 2021». В детских библиотеках пройдут соответствующие праздничные мероприятия. Дом культуры ФИИ концертную игровую программу подготовил. Финал праздника под названием «Солнечный круг» состоится возле городского дворца культуры в 17 часов. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, Фейсбук, ВКонтакте и на страничке в Инстаграм, а также на нашем Ютуб-канале. Об интересных событиях в Многограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов до понедельника. Редактор субтитров А.Семкин